Гогольфест 2017 Гогольфест 2017 Гогольфест 2017 По мнению критиков, самое удивительное представление на юбилейном Гогольфесте Трансмедийный проект, посвященный жизни и творчеству советской андеграундной писательницы греческого происхождения Лесосермы Пахунахис Искусство Буразема Создатели перформанса, хорошо известный в Европе бельгийский ансамбль «Надар» «Надар ансамбль» уже существует больше 11 лет И они специализируются на том, что они делают очень необычные специальные проекты Они также играют на различных объектах и извлекают звук практически из всего того, что можно извлечь звук «Надар ансамбль» он обладает совершенно особенными чисто техническими возможностями И своим особым видом того, как должна развиваться современная музыка Поэтому в этом смысле нет, мы такого не видели И в следующий раз, наверное, увидим нескоро Уже перед входом в зал начинается перформанс Необычная выставка Ведь в центре внимания ивента писательница, художница, шаманка Лесосерма Пахунахис В своем необычном проекте через загадочный образ этой женщины Музыканты призывают зрителя обратить внимание на загубленные жизни Времен массовых сталинских репрессий И проводят параллели с российским современным неосталинизмом Поэтому, как рассказал куратор акции Максим Коломеец Для бельгийских музыкантов это не просто концерт академической музыки Возможно, были какие-то отдельные импровизационные части Но в целом, конечно, это было очень четко отрепетировано Очень четко синхронизировано В этом смысле ансамбль Нодара, он вне конкуренции Итак, исполнение пьес музыканты Нодара перемежают показом фрагментов документального фильма Включая интервью с исследователями творчества, писательницах, архивные съемки и видео-арт Экспериментальная драматургия фильма, которая открывается академическим рассказом И постепенно скатывается в хаос и абсурд По мнению авторов проекта, более подходит его героине, чем традиционные формы Главная особенность, наверное, также этого коллектива Что помимо всего этого, они делают прекрасное шоу Которое состоит не только из звука, также свет, видео И очень хорошо продуманная драматургия всего концерта Но готов ли зритель к восприятию и расшифровке творческих кодов? Способен ли услышать музыку в предложенной какафонии звуков? Имея консерваторское образование, между тем артисты Нодара мастерски извлекали звук Из вертящегося шланга, скрежет из стекла, дребезжащих стаканов и прочих так называемых инструментов Тут не та ситуация, когда спрос рождает предложение Мы отвечаем за публику, мы готовим публику Собственно, это и есть подготовка публика А исполнители, у них в программке написано, что они исполняют музыку на пианино, на виолончели, флете, скрипке, ударной, на электрогитаре То есть на вполне обрывочных инструментах Также тем знаменитым, что они помимо этого могут делать звук прекрасный из различных инструментов Здесь был такой очень некачественный продукт культурный, мультидисциплинарный И связанный с разными жанрами, и немножко с юмором связанный, и немножко с трагедией Судьба Лесосермы Пахунахис является по сути символом всех тех творцов, которые страдали И, к сожалению, продолжают страдать от властного террора, рассказали организаторы О чем музыка, это вообще сказать невозможно Но, в принципе, здесь скорее не то, о чем эта музыка, а скорее, что послужило импульсом для создания этой музыки То есть не импульсом, но, очевидно, послужила история Лесосермы Пахунахис Одна из жертв сталинских репрессий, забытый гений, художница, которая родилась в далеких греческих салониках, но оказалась в лагерях ГУЛАГа и выжила Ни одной фотографии Лесосермы Пахунахис не сохранилось Чудом уцелели несколько ее работ ассамбляжей и страницы гигантского жизнеописания книги «Буразем» Вокруг имени этой дивной женщины много мистификаций Ансамбль «Надар» представил свою версию неимоверной истории ее жизни и творчества Да, там целая легенда, целый миф, основа есть на котором композиторы создавали свои произведения Каждый решает для себя и каждый увидит в этом что-то свое и в этом прелесть этого проекта Потому что как бы канва сюжетная задана историей жизни Пахунахис Композитор ансамбля «Надар» Сергей Хисматов считает, что мультижанровый подход – основа творчества коллектива Поэтому подготовка программы такого сложного перформанса готовилась тщательно и по сценарию Мы немножко работаем также с ансамблем, выясняем, что хорошо, что плохо, что-то убирается, что-то добавляется То есть такой процесс рабочий Потом это демонстрируется публике Собственно, допустим, вот этот проект, он первым примером был в Осло Потом полгода назад это было в Брюге, это город Бельгия И вот сейчас здесь Сергей родом из Санкт-Петербурга, живет в Германии, но и с Украиной имеет самые тесные связи У меня жена из Украины, так что я здесь бываю, иногда не часто, но бываю, да По мнению Хисматова, видевшего не один европейский перформанс Фестиваль Google Fest, который с 2007 года проводит Влад Троицкий – нужное дело Не только для творцов, но и для обычных людей Это невероятно с водоемкой Конечно, Google Fest нужно развивать, нужно продолжать Украина стала первой зарубежной страной, чья публика познакомилась с работой молодого литовского режиссера Габриэля Туминайте «Фантазию» Это самая свежая постановка государственного малого театра Вильнюса Молодой режиссер Туминайте попробовала Мюссе Эта пьеса, кажется, только один раз во Франции была поставлена, больше нигде Мюссе такой очень экстравагантный был писатель, человек, очень такой инфантил, но очень трагическая личность И он вот эту пьесу написал, как такой скетч-автобиографию Для Габриэла Туминайте Альфред де Мюссе, как и многие другие классики, кладезь творческих находок и очевидных параллелей современной жизни Магнетизм и некая мистичность далекого прошлого притягивает и дарит импульс творческой фантазии режиссера Это само собой происходит, это как и Шекспир мы можем взять И это все время у нас, к сожалению, мы не умные создания Мы повторяем то же самое И при том я очень люблю копаться в старых пьесах незнакомых Потому что там бывает написано уже все и очень красиво А темы, они очень современные Малый драматический театр Вильнюса основал в 90-х годах легендарный Римас Туминос Мастер метафор и иронических загадок Его дочь Габриэле Туминайте ныне творит свой театр, в котором есть необыкновенная искренность Актерский кураж и строго выверенный театральный гротеск Ее новая постановка стала украшением юбилейного украинского Гогольфеста В Вильнюсе мы сыграли только два спектакля Это были только две премьеры, и все А это третий спектакль Актеры прошли через некоторое испытание, говорит Габриэля Буквально за день нужно было адаптировать постановку Под совершенно новую, непривычную для литовцев площадку Гогольфеста Урбанистическую локацию в Довженко-центре Но это оказалось великолепной закалкой И раскрыло потенциал и актеров, и постановщиков Мы знали, что у нас нет времени для таких творческих размышлений Мы знали, где будет стоять декорации, откуда выходить, приходить актеры Моя задача была все пробовать, сколько возможно для актеров Все знать неудобности Шановные пани топоноды А актеры комфортно репетировали и репетировали в Вильнюсе И вот проверка в Украине на мобильность и профессионализм Быстро перестроить весь рисунок спектакля Все мизансцены Это как научиться заново ходить И сложно, и стрессово, и захватывающе, считает актер Мантас Вайтекунас Для меня это просто космос Потому что это очень все скоро надо было поменять И там сцены, мизансцены, которые были в Вильнюсе, да Как мы играли и теперь, это совсем, получился совсем другой спектакль Сначала мы сделали совсем по-другому В Вильнюсе мы играли так, а здесь играли уже не совсем так Так что, ну, я думаю, что получилось хорошо Это очень хороший тренаж для актеров И мне это нравится И так все начинается со смерти старого королевского шута И брачного пира одновременно Также с попытки избежать войны с другим королевством Отвергнутый и лишний фантазию Находит смысл своей жизни Становясь шутом короля, он еще и изменяет судьбу своего королевства Альфред де Мюссе написал пьесу в далеком 19 веке А литовцы представили ее на сцене в современной версии Самое главное нам были некоторые темы, которые освобождают И нет уже вопросов Это какой век Мы все время, я ищу материала, который впускает тебя Вот в эти вопросы, которые ты сейчас переживаешь Или хочешь задавать тоже Но это делаем вот уже публично Спектакль соткан из разнообразных компонентов Здесь и манера королевского двора И живая чарующая музыка в исполнении группы «Каблунак» Дополненная мелодиями известного литовского композитора Гедриса Пускунигиса И современная модельная пластика с элементами танца в стиле «Волк» И предельная органика актерской игры На пограничье эксперимента Эксцентрики, фарса и драмы Я думаю, это лицо Габриэля Томинайте Это ее театр Она творит такой театр, такой жанр Это очень интересно Потому что нам это новое И мы должны сами, тоже как актеры Это ее принять и понять И стараться это играть Театральная команда нашла творческий компромисс Между специфическим языком, экспериментальной постановкой И зрителем, который приходит в театральное пространство сегодня Мы все знаем, что хотим использовать побольше живой музыки на сцене Это только как бы подарок И вот так мы сошлись Мы договорились, это «Каблунаки» Очень такой интересный ансамбль Мы просто попросили, чтобы они участвовали в нашем спектакле Тоже много очень с нами репетировали И мы им очень обязаны Потому что это, как мы говорим, уж полспектакля Неискушенному зрителю может показаться, что все в спектакле делается легко, весело и быстро На самом деле, за, видимо, легкостью игры актеров кроется много труда и кропотливых репетиций Призналась опытная актриса Раса Якучу Нитая Сложно, очень сложно Репетировали очень много и очень долго И вот только что выпустили премьеру в Вильнюсе А сегодня репетировали с 11 утра до самого спектакля Это чтобы только эту сцену как-то освоить А в Вильнюсе с утра до вечера Мы много репетируем Творческое волнение необходимо актерам для убедительной игры Но вот в Вильнюсе переживали еще и о том, все ли поймут украинские зрители Ведь язык спектакля литовский Впрочем, оргкомитет феста подготовил перевод И текст можно было читать на экране После каждого спектакля разбор пылет обязательно, обязательно Да, 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 очень волновались Потому что, ну, не знали, как, что, ну, новая сцена, новый зритель, конечно Сюжет пьесы «Фантазию» напоминает сказку Есть король, принц, шут Есть и принцесса, которая должна выйти замуж за предназначенного ей принца Но встречает очаровательного бедного юношу «Фантазию» Принц является собой глупую, но могущественную силу Если ему что-то не нравится, он готов объявить этому войну С этим персонажем можно провести много параллелей в нашей реальной жизни Особенно сейчас Режиссер, как и все участники спектакля «Фантазию» Стремились донести главный месседж своей постановки Сказка не всегда превращается в реальность Это пьеса есть Драма, которая заканчивается хорошо Потому что принцесса как бы спасена Но она, как комедия, заканчивается очень плохо И что вот эта сказка, которая должна создаться во время спектакля Она в финале так рушится и все в жизнь превращается Такую обычную, простую жизнь Мне нужны от вас только 20 тысяч Вильнюсский зритель давно полюбил свой театр Вот и киевляне благодаря Гогольфесту смогли познакомиться с популярным в Европе литовским театром Аншлаг на премьере спектакля в Украине не мог не порадовать самих творцов Я очень люблю, когда все приходят, потому что театр должен быть для всех Мне очень понравился Киев Тут какой-то смесь очень большого прогресса Плюс какой-то той истории, которая у нас общая, как Литва и Украина Я верю, что мы еще вернемся к вам Потому что мы были в городе Да, город великолепен Мне очень здесь понравилось А публика тоже понравилась И здесь хорошо быть И атмосфера хорошая, все хорошо Что ж, миссия 10-го юбилейного фестиваля по созданию инновационного пространства для художественного диалога И межкультурной конверсии, по мнению его участников, выполнена Субтитры создавал DimaTorzok